Здравствуйте! О событиях в стране и мире расскажу вам я, Сергей Гергель, и мои коллеги из редакции информационных программ телеканала Хабар 24. И коротко о главном. По-другому никак. Безработные Кызыларды оккупировали центры занятости. Ажиотаж ради того, чтобы начать бизнес. И топит, и крошится. Собственники аварийного жилья показали, как сейчас выглядят их квартиры. Против нового проекта экозащитники за только исполнители. Зачем многолетние деревья в Шенкенте пустили под сруб? Ослабили контроль, освободили кресла. Сразу несколько чиновников лишились своих должностей. Показателем эффективности их работы стали плохие дороги. Уволены заместители Акимов Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей, а также глава профильного комитета Мининдустрии. Напомню, президент поручил навести порядок в строительстве и ремонте республиканских и местных трасс. Работу продолжают. За качеством строительства дорог в Мангистауской области теперь будут следить сами жители. В регионе создан Совет народного контроля. В него вошли блогеры, общественные деятели и депутаты Маслихата. Уже сегодня они приступили к работе. И первый объект, куда нагрянула мониторинговая группа, дорога, соединяющая Актау с Международным аэропортом. Динар Нургалиева расскажет подробнее. Строительство новой четырехполосной дороги, ведущей с Актау до Международного аэропорта, началось в начале этого года. На реконструкцию этой трассы выделено 11 миллиардов тенге. Прибывшие в регион туристы смогут прямиком добраться по этой автодороге до курортной зоны, расположенной на берегу Каспия. Специалисты местного филиала Национального центра качества дорожных активов наглядно показали членам мониторинговой группы, как проходит процесс забора проб дорожного покрытия. После инспекторы совместно с активистами провели замеры. По итогам рейда был составлен протокол. Глава государства подчеркнул необходимость уделять особое внимание качеству дорог. Было поручено усилить контроль со стороны населения. Поэтому мы, проявив инициативу, проводим внеплановые проверки объектов. Я думаю, что среди жителей появится больше активных граждан, которые будут держать этот вопрос на контроле. Тогда и качество всех дорог в области поднимется. Проведенные осмотры показали, что технические параметры дорожного участка соответствуют требованиям. Все собранные образцы будут проанализированы в лаборатории. Окончательный ответ будет готов в течение трех дней. В случае обнаружения нарушений подрядчик получит официальное письмо об устранении выявленных ошибок. Мы до этого боролись с проблемой некачественных дорог. Теперь у нас появились добровольцы среди местных жителей. Мы создали совет. В него вошли все активные и авторитетные люди нашей области. С начала года мы уже совершили 63 выезда. Взято 170 проб. На качество проверили. Из них 20 не соответствовали стандартам. В начале весны началась реконструкция дорожного участка, который находится вдоль береговой линии. Маршрут протяженностью в 4,5 километра значительно облегчит движение к прибрежной зоне уже этим летом, говорят эксперты. К слову, качество работ находится под контролем мониторинговой группы. Динара Нургалиева, Ренаду Салиев, Магисталская область, Хабар, 24. Стены, покрытые плесенью, полуобвалившиеся потолки и проваливающиеся полы. В Хатом-Карагайском районе на востоке страны десятки людей живут в аварийных домах. Много лет они безуспешно пытаются доказать, что их жилье непригодно для жизни. Подробнее в следующем материале. Все, все этими руками я работала и доила, и поила, и гвозди забивала. 85-летняя Валентина Макосова ветеран тыла и труда. Работала в поле, в пекарне, швеей, дояркой. Всю жизнь еще бы пошла, кто поддерживал сзади, чтобы я не упала. Только вот за всю жизнь на нормальную старость и не заработала, сетует бабушка. Несколько лет назад паводок лишил дома и ее, в селе Сином, и семью дочери Наталии Вулькен-Нарыня. В 2017 году, в марте месяце, у нас дом затопило. Все утонуло, все затонуло, все вили. Три дня, на четвертый день выкачку с дома делали. Ну что, пошли там где-то что-то пособирать, там все отвалилось, отпало. Семья временно жила в колледже. Дома официально признали аварийными, взамен искали другой. Нашли этот. Вот больше нету домов, вот мы вам берем. Наталья сразу забрала маму к себе. Только вот оказалось, что поменяли, шила на мыло, возмущена женщина. Две недели прошло, баня рухнула, потолок рухнул. А предпродажная побелка быстро покрылась плесенью. Уже второй год вот так вот. Первый год до половины окошек было. А сейчас вообще, вот в этот год вообще все пошло. Грибок этот, у меня дети из больницы вообще не вылазят. Причем семья у Натальи многодетная. Один из пятерых детей с инвалидностью. Младший сын не смог встать с постели. Болеет. Дочь, мать-одиночка. Из-за постоянной сырости пострадало здоровье и внучки. Как грибковая вот эта. Это, как сказали, от сырости. Все эти три года Наталья с тоской вспоминает свой прошлый дом. Просторный, с ремонтом. И бьется, чтобы признали этот аварийным. Тем более его тоже топило раньше. Поэтому и сырость. Да, видите, не могу. Зеленье-то портится. Дебятишки болеют. А у меня душа болит вовсе. Сами знаете, если вы матерья. Как жалко внуков. Всю жизнь за них отдашь. И таких домов в Улькен-Нарыне 12. В Акимате Катон-Карагай о проблеме знают. Более того, сами вызвались помочь, сделать экспертизу. Нашли даже меценатов, кто оплатил процедуру. И как раз день съемок этого материала. Долгожданные документы пришли из областного центра. Вот только что поступило экспертное заключение. Все признано аварийным, да? Признано аварийным, да. Все 12 признаны аварийным? Все 12. Теперь дело за малым. Выдать новое жилье семьям. В Улькен-Нарыне уже идет строительство 30-ти квартирного дома. По плану сдача в октябре. Правда, в очереди. Больше 40 человек. Данный вопрос решается в положительную сторону. Так как эти 12 домов обследованы, экспертное заключение получено. Теперь они подадут заявление в отдел ЖКХ. И дальше они будут поставлены на очередь. Общая очередь они будут по категориям распределяться. Это значит, что у тех, кто живет в аварийных домах, список отдельный. Поэтому шансы получить в этом году новое жилье у семьи ветерана Валентины Макосовой повышаются. На очереди стою, жду, поди красным солнышком зайдет. Анна Лисенберзина, Жигир Пабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24. В Усть-Каменогорске рушатся фасады относительно новых высоток. Аварийными свои дома называют жители нескольких многоэтажек. Причем опасения горожан вполне обоснованы. В прошлом году сорванные ветром облицовочные плиты травмировали школьника. Пострадали десятки припаркованных во дворах автомобилей. Последствия строительных просчетов увидел Вячеслав Фитлогин. Тот случай, когда опасность подстерегает у порога собственного дома. Облицовочные плиты в высотках Усть-Каменогорска срывают легким порывом ветра. На стенах зияют пробоины. У Айши Бакатбекызы от упавшего керамогранита травмировался ребенок. У нас ребенок пошел в магазин, ушел, через буквально пару минут подошел, уже сраный на ноге. У него прямо кровоточило, очень сильно плитка упала на ногу. Видите, плитка упала вот сюда, сверху. Прямо вот здесь машина стояла. Под обстрелом падающих строительных конструкций припаркованные во дворах автомобили. Урон зафиксирован на фото и видео. Но для местных коммунальных служб все эти факты доказательством аварийности многоэтажек не стали. Письменные жалобы жильцов в отдел строительства на перспективы ремонта фасадов не повлияли. В первые семь лет эксплуатации за этими домами по гарантии следили застройщики. Сейчас только кооперативы собственников квартир и АСИ. Начали здесь вот эти все плитки падать. Тогда застройщик за счет гарантии своей, пока дом как бы на гарантии был, он восстанавливал своими силами. А потом, когда все уже закончилось, их гарантийный срок, все, никто не смотрит за этим. Туда нужно высотника вызывать. Высотники мы в каком-то году мы это все вызывали. Нам восстановили, она все заново, все равно падает. Вот это вот все удары, это идет от того, что падали плитки. Она залетит когда-нибудь нам в квартиру. Защищаются от плиточного обвала горожане пока своими силами. Примерно вот так, как в военное время жители новостроек пытаются обезопасить себя и своих близких, расклеивая подобные объявления и огораживая территорию. Только это предупреждение не о бардобстрелах, а о падении плиток в новых высоток. Полная реставрация облицовок высоток для КСК и АСИ – миссия финансово невыполнимая. Замена фасада одной многоэтажки по самым скромным сметным расчетам обойдется в 70 миллионов тенге. Мы сообщили жильцам, что отремонтировать фасады за свой счет мы не можем. Параллельно обратились за помощью в Акимат и отдел строительства. Они рассчитывают на бюджетное финансирование. В Нур-Султане аварийные фасады многоэтажек собираются восстанавливать по программе Нур-Лыжер. Столичный Акимат готов выделить управляющим компаниям беспроцентный кредит. Выплачивать займы будут собственники квартир. В Акимате Усть-Каменогорска подобные схемы не рассматривают. И рассчитывают справиться за счет бюджетного финансирования. Была разработана проектно-смертная документация. Именно направлено на то, чтобы полностью все дома поменять фасады. Сейчас на подготовительные работы было выделено около миллиона тенге. Также сделана заявка в областной Маслихат для того, чтобы провести именно все работы. В Акимате обещают найти подрядчиков, способных укрепить фасады многоэтажек и дать на это гарантию. Но пока все это только планы, не подкрепленные бюджетным финансированием и поиском конкретных исполнителей проекта. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин. Усть-Каменогорск. Хабар-24. На строительство, реконструкцию и содержание дорог в Казахстане в этом году дополнительно выделят 140 миллиардов тенге. Правительство сегодня рассмотрели республиканский бюджет на этот год. Еще 265 миллиардов направят на борьбу с коронавирусом. 143 пойдут на развитие сельского хозяйства и сфер ЖКХ. 64 миллиарда на поддержку малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день прогноз роста экономики страны улучшен до 3,1%. Отмечу, по итогам первого квартала темп роста ВВП улучшился с минус 4,5% в январе до минус 1,5%. Связано это с ростом цен на нефть. Столица отстает по темпам иммунизации населения. В Нур-Султане наряду с Мангистаусской и Карагандинской областями самые низкие показатели по прививочной кампании от коронавируса. По словам Алексея Цоя, в областях, где запаздывают с вакцинацией, неиспользованные препараты будут перераспределять в другие регионы. Поставка вакцины осуществляется поэтапно, согласно графику. Всего на сегодняшний день в регионах имеется порядка 188 тысяч доз антиковидного препарата. В сутки по республике прививают больше 70 тысяч человек. До конца месяца планируют обеспечить доступ к вакцинации порядка 2 миллионов граждан. В целом по стране открыли больше тысяч прививочных пунктов. Работают 303 выездные бригады. С момента введения традиционного формата обучения отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди школьников. С началом четвертой четверти заболело 3706 школьников, в том числе среди обучающихся офлайн 1093 в онлайн режиме 2613. В том числе в четвертой четверти наибольший процент заболевших школьников, обучающихся в традиционном формате, отмечается в Карагандинской, Тазвардинской, Северо-Казахстанской областях, среди обучающихся в онлайн режиме города Нур-Султан и Алматы. Между тем полностью решить проблему с дефицитом кадров в системе здравоохранения страны, намеренных к 2023 году. В планах укомплектовать штаты в больнии с врачами общей практики и узкими специалистами. Кроме того, в ближайшую пятилетку в Казахстане отремонтируют и построят порядка 1100 объектов первичной медико-санитарной помощи. 90 из них откроют в селах уже в этом году. Напомню, пока в нашей стране иммунизация населения проводится только спутником ВИ, препарат двухкомпонентный. И вот сейчас вы видите точное число казахстанцев, привитых первым компонентом вакцины. Их уже 733 980 человек. Другим темам. Экологи сомневаются, что к 2025 году Арселор Миттл Тимиртау снизит выбросы на 30%. Компания представила Министерству экологии концепцию поэтапного внедрения систем очистки на производстве. Однако притворение ее в жизнь эксперты поставили под сомнение. Отмечу, только за первые полгода объем вредных выбросов в Карагандинском регионе превысил 300 тысяч тонн. Львиная доля принадлежит металлургическому комбинату в Тимиртау. За последние три года градообразующее предприятие выплатило больше 4 миллиардов тенге штрафов за нарушение экологического законодательства. Эксперты отмечают, промышленникам выгоднее платить взыскания, нежели переориентировать производство. Тем не менее, условия 30% стяжения выбросов – главный пункт меморандума, который сегодня подписал министр экологии с руководством компании Арселор Миттл Тимиртау. Те 30%, которые компания заявила, она на себя берет. Пока результата нет, результат еще на бумаге. И довольным должно быть, если в первую очередь население. Если население города Тимиртау больше не будет, через несколько лет не будет видеть черный снег, наверное, тогда только мы сможем как-то хоть удовлетвориться своей этой проделанной работой. К сожалению, Арселор страдает тем, что очень много собирается, очень много обещает, а потом по каким-то причинам это или не сделано, или сделано. Потрачены сотни миллиардов тенге, а выбросы или не уменьшились, или уменьшились настолько. Пока непонятно. Хочется верить. В Шемкенте старейший дендрологический парк оказался в центре скандала. Там приступили к реализации проекта «Удача». Вот только экозащитникам он не понравился. Мнения же горожан разделились. Одни возмущены тем, что многолетние деревья пустили под спил, другие не против осуществления проекта в центре парка. Катерина Попкова разбиралась в ситуации. Роза Байсареева показывает поляну, на которой еще недавно росли деревья. Теперь здесь лишь пеньки. Женщина признается, заметила это случайно, но пройти мимо не смогла. Это не больные дерева. Они здесь организовали просто место для кафе. Срубили здесь. Дорогу открывают, вы сами посмотрите там. Молодники они, самопосевы. Они убираются везде. Защитница природы уверена, что под сруб пошли не только молодые деревья, но и те, что росли не одно десятилетие. Рабочие, которые продолжают здесь наводить порядок, оказались совсем неразговорчивыми. Руководство дендрологического парка поясняет, на этом месте будет проект удача. Люди смогут здесь отдохнуть и перекусить. Мол, сами горожане неоднократно просили о таком уголке в зеленой зоне. При этом, по словам директора, ни одно дерево не пострадало. Здесь будет все природное, деревья будут. Они будут садиться, скамейки, на гитаре петь сидеть. Естественно, какие-то бургеры будут, там какой-то они вот такие, знаете, переносные. Вот если на машине стоят, там вот такой проект просто, его сейчас у меня нету, его как раз я давал ребятам. Там будет такое, вот как бы на природе, да, на природе сидят люди, пришли, потому что спрос населения, вот мне каждый день приходят. Мы хотели бы прийти в дендропарк и хотели бы как бы посидеть где-то вот. А вот по какой причине деревья были срублены ранее, специалисты дендрологического парка сказать не смогли. Ответ долго искали в своих записях, но там не нашли его. Наши сотрудники такие не давали, вот что надо, акт, письмо, ничего не давали. Именно на это. Вы не разрешали срубить эти деревья? Нет, мы не знали. А кто тогда срубил это? Я не знаю, я сегодня вот только узнала. Шемкенский дендропарк был возведен 40 лет назад на месте мусорной свалки. Теперь здесь растут редкие экзотические породы деревьев и кустарников. Есть растения, занесенные в Красную книгу Казахстана. Такие места должны оставаться какими-то аутентичными, только природа. Даже такое место, видите, оно больше похоже на какое-то такое уединение с природой и прочее. Мне кажется, не стоит. Пусть будет кафе, закушанные люди придут, погуляют, покушают, поиграют, дети побегают. Почему нет? Возможно это, да? А руководство парка планирует основательно заняться развитием живописного зеленого уголка. Будет несколько тематических зон. Правда, перед тем, как приступить к реализации грандиозных планов, обещают провести общественные слушания. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Шемкент, Хабар, 24. Каспий может повторить судьбу Аральского моря. Об этом предупреждают экологи Атерао. Они беспокоены работами по углублению дна, которые планируют провести в северной части Каспийского моря. По плану там намерены проложить два канала общей протяженностью 56 километров. Работу запланировала компания по добыче нефти. По словам экоактивистов, если проект будет реализован, это нанесет непоправимый вред экологическому биоразнообразию водного бассейна. Углубление дна может негативно повлиять на бентос. Если провести работу, рыба останется без питания, что спровоцирует мор. Думаю, пока рано начинать эту работу без детального изучения вопроса. В свою очередь сотрудники компании уверяют, углубление дна необходимо для непрерывной подачи нефти. К началу работы они планируют приступить уже в этом году. Окончить в следующем. Всего со дна Каспия будет поднято 19 миллионов кубометров грунта. По словам представителей компании, для проведения работ по углублению дна уже получено разрешение государственных органов. 2020 год стал одним из трех самых жарких за всю историю человечества. Об этом говорится в докладе «Глобальный климат» Всемирной метеорологической организации. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, представлявший документ, призвал всех мировых лидеров ознакомиться с ним. По его словам, в прошлом году средняя глобальная температура была на 1,2 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху. Вместе с этим генсек заявил, что мир находится на пропасти и нынешний год должен стать поворотным для того, чтобы предотвратить необратимые изменения климата. Отмечу, в конце недели в формате видеоконференции состоится организованный США саммит по борьбе с глобальным изменением климата, где примут участие 40 мировых лидеров. Мы живем во времена трех кризисов – климатического, кризиса биоразнообразия и загрязнения. Если мы не начнем немедленно действовать, мы, как я уже сказал, будем на грани пропасти. Нельзя терять время. Пять человек пострадали в результате нападения в мечети в столице Албании. Инцидент произошел на одной из центральных улиц Тираны после ее полуденной молитвы. Вооруженный ножом мужчина вошел в здание мечети и стал наносить удары прихожанам. Преступника задержала полиция, им оказался житель соседнего города. Пострадавшие госпитализированы, сейчас их жизни ничего не угрожает. В интересах следствия личность задержанного не раскрывают. По данным правоохранительных органов, мужчина страдал от депрессии и находился в розыске по подозрению к причастности к еще одному нападению, произошедшему в марте. В Таразе родители троих школьников, пострадавших при стрельбе, понесут наказание за то, что несовершеннолетние дети оказались ночью на улице без присмотра. Об этом сообщил руководитель городского отдела образования Саясад Есеев. Известно, что пострадавшие поступили ночью в областную детскую больницу с различными огнестрельными ранениями. По словам врачей, состояние детей удовлетворительное и через несколько дней их уже выпишут. Напомню, ЧП произошло пять дней назад в дачном массиве Шолдала. По неофициальной информации, между подростками произошла ссора, которая и переросла в стрельбу. Известно, что в ней принимали участие и студенты колледжа. Предположительно, выстрелы были произведены из дробевка, но что на самом деле произошло, в интересах следствия пока информацию не разглашают. Подозреваемый уже задержан по данному факту ввиду досудебное расследование. Расследованием этого дела занимается полиция, поэтому точных данных, кто виноват и сколько человек участвовали в перестрелке, у нас нет. Отмечу, что пострадавшие школьники из благополучных семей, успеваемость нормальная и на школьном учете они не состоят. После случившегося специалисты по работе с несовершеннолетними посетили школу и встретились с родителями. Они провели профилактическую беседу и напомнили, что нельзя оставлять несовершеннолетних без присмотра в ночное время. Все эти распространяют видеодавки у здания Центра занятости населения в Казаларде. На кадрах видно, как толпа людей пытается пробраться в ГУС учреждения. Некоторые из них пошли на радикальные меры, они выходили и входили в здание через окно. Кстати, внутри городского Центра занятости, как показано на видео, тоже огромные очереди. Такой небывалый ажиотаж, как выяснилось, начался из-за приема заявок по программе «Бастау Бизнес». Сегодня в регионе выдают направление для участия в проекте. Документ необходим для подтверждения статуса безработного. Услугу онлайн безработные не могут получить присутствие в обязательном порядке. Направление выдается в бумажном виде в Центре занятости. Соответственно, в момент получения данного документа в Центре возникают вопросы по массовому скоплению людей. Все одномоментно хотят получить это направление. С учетом высокого интереса к этой программе, в особенности южных регионов, мы выходим с инициативы в адрес Министерства труда и социальной защиты населения. С инициативой на текущий год потребность в обучении увеличить с 30 до 40 тысяч человек. В Павлодарской области официально зарегистрировано 42 оси и 13 простых товариществ. Львиная доля объединений образована в Экибастузе. В аутсайдерах областной центр Павлодар в городе создали всего 4 оси. Процесс идет медленно, потому как горожане особо не проявляют инициативы, а в уже созданных оси испытывают проблемы с сервисными услугами по содержанию домов. Ербол Абишев разбирался в ситуации. У тебя сантехника телефон же есть, я его предупрежу, что ты ему вечером наберешь. Дулат Сайдахметов, один из первых в Павлодаре, вызвался возглавить новую форму управления кондоминиумом. Добровольно, потому как сам проживает в этом доме. В четвертый месяц он распределяет деньги, поступившие на счет объединения от квартировладельцев, стараясь использовать их рационально, используя. Деньги собираем мы. Когда необходимо какие-то работы провести, мы тратим только на наш дом. Если же пока работ нет, эти деньги собираются. И при необходимости мы можем потратить деньги именно на наши нужды. Возможно, там озеленение, улучшение нашего двора, если даже каких-то ремонтных работ не будет. Я считаю, это большой плюс, что государство нам дало возможность именно самим управлять нашими домами, нашими деньгами. Уже в самом начале председатель АСИ столкнулся с глобальной проблемой. В городе сложно найти сервисную компанию, отвечающую всем требованиям жильцов. Пришлось обратиться к организации, которая обслуживала дом с момента ввода в эксплуатацию. Другой альтернативой, которую мы рассматривали, сервис очень сильно хромает. То есть, к примеру, дворник обещает приходить два раза в неделю. Других организаций, я считаю, это очень мало. Дворник должен находиться хотя бы пять дней в неделю для качественной уборки двора. Также по уборке подъездов. В отличие от столицы, где АСИ набирает популярность, в Павлодаре все пока на примитивном уровне. Сфера обслуживания многоэтажек действительно хромает. Специалисты говорят, нет стимула для развития. В Павлодаре самые низкие в республике тарифы на обслуживание домов. Сервисная компания зарабатывает минимальные деньги. Маржа там не очень большая. То есть, маржинальность этого бизнеса низкая сейчас. В персонале, конечно, потребность есть. В рабочем персонале. Профессионалов тоже не хватает. Это касается сантехников, сварщиков, слесарей. В этом плане, конечно, хотелось бы обратить внимание образовательных учреждений на выпуск. Именно акцентировать внимание даже на эту проблему. В жилиспекции говорят, локомотивом для формирования конкурентной среды должны выступить градообразующие предприятия, которые смогли бы создать достойную материально-техническую базу для сервисных компаний. По мере возникновения объединения собственников имущества, их увеличения количества, мы все-таки сумеем сформировать этот рынок. И я думаю, что в любом случае конкуренция будет, потому что в этом случае уже сервисная организация будет попадать в зависимость тем же руководителям этих объединений собственников имущества, в первую очередь финансовую зависимость. В последнее время понимание о переходе на оси среди гаража возросло. В оси Дулата Сайдахметова жильцы уже решают проблемы двора сообща. Недавно обсуждали исхудавшееся покрытие на футбольной площадке. За счет сборов заменить его было невозможно. Слишком дорого обходилось. Тут один из жильцов, на нашем заводе даже не работает. Он говорит, в принципе, мы можем быть вашими спонсорами, предоставим вам деньги, вы можете все это новое покрытие постелить. Для нас это было удивление. В ближайшее время поле обновят, и дети из этого двора будут гонять мяч с удовольствием. Ербулабишев, Самат Аспанов, Марат Игриков, из Павлодара, Хабар, 24. Смотровую площадку за 15 миллионов тенге открыли в главной курортной зоне Туркестанской области, Толибийском районе. Теперь, чтобы насладиться панорамой с видом на Алатауские горы, жителям и гостям региона не нужно выходить в дальний поход. На высоком холме, примерно в пяти километрах от предгори, установлен бинокль. Он позволит разглядеть местные пейзажи до мельчайших деталей. Новая зона, надеются местные власти, станет излюбленным местом для туристов, молодоженов и выпускников. Смотровая площадка позволит разглядеть горы очень близко. В будущем, надеемся, продолжить благоустраивать эту зону. Думаем, что проект привлечет в район как можно больше туристов. ЖК из Казахстана покоряет Европу. Наш наездник, трехкратный чемпион Чехии и двукратный Германии. За последние два года Бауржан Мурзабаев одержал больше 200 побед. В конном спорте его считают одним из лучших. Накануне в немецком Кельне прошел очередной турнир. Удалось ли нашему ЖК завоевать главную награду, расскажет наш собственный корреспондент Шолпан Найманбаева. Мы находимся на старейшем ипподроме Германии, Вайденпеш. Ему почти 130 лет. Именно здесь проходят важнейшие чемпионаты Европы по конному спорту. В сегодняшнем турнире участвует и ЖК из Казахстана. Многие эксперты уверены, у него есть все шансы на победу. Имя Бауржана Мурзабаева широко известно не только в Германии, но и за ее пределами. Свою европейскую карьеру он начинал в Чехии. После сотен удачных заездов талантливого ЖК из Казахстана пригласили в Германию. Теперь он живет и тренируется в Кельне, на родине немецкого конного спорта. По словам зарубежных тренеров и спортивных обозревателей, Бауржан настоящий профессионал своего дела. Ведь, к слову, казахи издавна славятся своей любовью к верховой езде. Он в отличной физической форме, он готов побеждать. У Бауржана ясная голова и он всегда имеет свою тактику. Под конец гонки он агрессивно вырывается вперед и отрывается от соперников. Поэтому он часто побеждает. Он, безусловно, один из лучших ЖК в Германии. Я желаю Бауржану успехов и новых побед. В 2020 году Бауржан одержал больше 120 побед. В этом году сезон только начался, а в копилке уже 10 наград за первое место. Турнир в Кельне – один из самых престижных в Германии. Главный приз – ни много ни мало – 44 тысячи евро. В Кельне – один из самых престижных в Германии. Узнав, что команда «Хабар-24» приехала на съемки, казахстанский наездник пообещал выиграть во что бы то ни стало. И слово свое сдержал. Только что завершился важнейший этап турнира. Наш ЖК обошел всех и выиграл первое место. Мы поздравляем Бауржана. Бауржан, что ты чувствуешь? Конечно, это самая большая скачка в этом году. Я рад. Абсолютная победа. Бауржан Мурзабаев выиграл главный приз на турнире в Кельне. В первом круге его не было и в тройке. Однако во втором на своей лошади по имени Нериум он легко опередил всех своих соперников. Сам ЖК рассказывает, что за каждой победой стоит тяжелый труд и изнурительные тренировки. Наша работа – это тяжелый вид спорта. Я часто в дороге. Приходится постоянно держать диету. В первую очередь нужна хорошая лошадь и тренер. И сам, конечно, должен много тренироваться. А еще важна удача. Если все это есть, то выиграешь. Невозможно стать чемпионом за один день. Это годы тяжелых тренировок. Базахстанского ЖК считают одним из лучших в Германии. Два года подряд он сохраняет свой титул абсолютного чемпиона. Он не собирается останавливаться на достигнутом и говорит, что намерен покорить еще много стран. На самом деле я приехал сюда учиться. Но я не думал, что стану чемпионом. Это была мечта. Только мечта. Когда я приехал в Германию, мне сказали, если за 10 лет ты войдешь в пятерку, то это большой результат. Но мне не понадобилось 10 лет. Через три года я стал чемпионом. Наш наездник живет в Европе более 10 лет. Однако никогда не забывает о родине. Несмотря на плотный график и забеги, Бауржан регулярно летает в Казахстан. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар-24, Германия. И последнее в этом выпуске. Неприятный сюрприз жителям Балхаша. Сегодня преподнесла погода. Город засыпало снегом. И это посреди весны, когда на деревьях уже появились листья. На дорогах осадки быстро растаяли и превратились в жижу. Чего не скажешь о тротуарах, крышах зданий и машинах. В некоторых местах высота снежного покрова достигала несколько сантиметров. Сейчас столбики термометра в Балхаше показывают около 0 градусов. О возможном похолодании синоптики предупреждали заранее. На этом все. Сразу после рекламы смотрите программу Акима. Журналист Тасхатни. Я зафуговал в городе Жаркент, Алматинской области. Субтитры создавал DimaTorzok